Вовавист наконец-то поймал маслину от шрама, и очень надеюсь, что после этого он перестанет стрелять куда попало. Так, неплохим инфоповодом порадовали нас с вами GSC. Студия вместе с изданием IGN опубликовали новый зрелищный геймплейный трейлер предстоящего ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике мы впервые видим сцену игрового процесса на движке игры. Это первый взгляд на то, как будет ощущаться мир игры. Место действия — заброшенное издание Припяти. Главный герой S.T.A.L.K.E.R. 2 попал под выброс. Он достал из кармана планшет, пытаясь найти какую-то информацию, но устройство не смогло поймать сигнал. Благодаря ролику геймеры узнали имя S.T.A.L.K.E.R. 2. Судя по профилю авторизации, протагониста зовут Скиф. От себя хотелось бы добавить некую догадку. Также вполне вероятно, что главный персонаж будет проводить некое расследование, связанное с хозяином потерянного планшета. В GSC добавили, что этот ролик представляет то, как на самом деле ощущается игра. Стремительная смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности в сопровождении едва различимого гитарного саундтрека. На самом деле так оно и есть. Под мотив песни «Линия жизни» группы Сплин авторы показывают несколько разрушенных локаций и всплеск активности некой аномалии на фоне залитого красным неба. Исходя из всего этого, мы можем предположить, что в игре будет динамически меняться погода и окружение, а ваш ПДА будет терять сигнал во время выброса. Так, сами игроки тепло и радостно приняли внезапный тизер. Вот несколько цитат «Игра может стать одной из лучших в предстоящем году. Серия S.T.A.L.K.E.R. чертовски хороша». Или вот «Уверен, это будет великолепно». Первая игра — это настоящая классика с одним из самых атмосферных иммерсивных миров в играх. Жаль, что только фанаты PlayStation смогут сыграть много позже. Другие же настороженно относятся к творению и такие посылы не удивляют, учитывая забагованный релиз киберпанка. Цитата «Хм, еще одна игра, на которую я возлагаю большие надежды. Но боюсь, что она будет столь же глючной, как и киберпанк. Не могли бы студии перестать выпускать подобное дерьмо? Они берут наши деньги, так почему бы им не выпускать качественный продукт?» Кроме того, в описании ролика написано, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на протяжении 2021 года. Впрочем, PR-менеджер J.C. опроверг эту информацию, назвав озвученные сроки догадкой журналистов из IGN. К слову, для тех, кто пропустил, мы уже рассказывали, что разработчики игры не планируют выпускать проект на консолях прошлого поколения. Просто фанаты боятся и хотят, чтобы долгожданный шутер не постигла участь Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения. Из-за этого они спросили, что ждать от S.T.A.L.K.E.R. 2 в этом плане и не выйдет ли игра такой же забагованной. Так, игра будет настоящим некстгеном. PR-менеджер студии объяснил, что для корректной работы тайтла требуется только наиболее актуальное железо. Целевые платформы S.T.A.L.K.E.R. 2 уже подтверждены. Это ПК, Xbox Series X и S. Одновременно с релизом игра также появится в каталоге Xbox Game Pass. Релиз на консолях PlayStation наверняка состоится позже. А вы сами ждете игру? Какие предположения насчет грядущего проекта? Как думаете, будет годнотой или есть сомнения? Лично мы надеемся и верим, что GSC не подведут, но, учитывая последние тренды, можно ожидать чего угодно. Короче говоря, давайте пообщаемся в комментариях. Но прошу, давайте без каких-то глупых и дурацких оскорблений. Ну и конечно, дорогие друзья, я рад от лица всей дружной команды XGTV от всей души поздравить вас с новым годом. 2020, полагаю, вы со мной согласитесь, был непростым для всех. Однако случалось и много хорошего. Выходили интересные игры, ну и наша большая семья XGTV выросла вдвое, за что вам, друзья, огромная благодарность. Мы с большим уважением и любовью относимся к вам и хотим делать для вас только качественный интересный контент. Может, что-то и не получалось, но мы очень старались. Но вот на пороге двадцать первый, и что он нам принесет, неизвестно никому. Однако хочется, совсем как в детстве, в полночь под бой курантов, в окружении веселых друзей и семьи прокричать «Ура», засмеяться и забыть к черту все плохое, что произошло и поверить, что дальше будет только лучше. Я в это верю и вы поверьте в это со мной. А после увидите роскошный подарок под елкой. Пусть для всех вас, этот подарок будет именно тем, о чем вы всегда мечтали. Будьте здоровы, друзья. Будьте счастливы и любимы. Берегите себя и своих близких, верьте, творите и получайте кайф от жизни. Играйте в отличные игры, но не забывайте о реальности. С Новым 2021 годом! Всего вам самого светлого! Ах да, чуть не забыл, небольшой постскриптум. Новый год – это пора праздного веселья, волшебства и сказок. И по невероятному стечению обстоятельств, я совсем недавно на своем канале начал проект, посвященный сказкам Горного Алтая. Так что смотрите, слушайте, оставляйте отзывы и подписывайтесь, чтобы новые сказки не прошли мимо вас. Ссылочка будет в описании. Также будем рады видеть вас у нас в дискорде и на лайв-канале. Не забудьте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.